Эксперт Уикенд Комментарии топ-спикеров на актуальные темы с Артёмом Остапенко Видимо, возвращаться не собирается Вот он выступал на заседании Международного комитета Европарламента Как вам кажется, останется ли Навальный за границей И как изменится его статус в ближайшее время Может быть, он будет таким каким-то европейским политиком Изгнанником каким-то Или ещё в каком-то виде он предстанет перед нами Ну, видите ли, о том, что быть российским политиком можно в России Если хочешь иметь влияние в России, то надо в неё вернуться Об этом говорил вовсе не я Я не претендую на столь глубокие и оригинальные мысли Об этом говорил лично Навальный много раз Более того, гораздо более того Сразу после того, как он выздоровел Я прекрасно помню это его интервью Я забыл, кому он его давал, но текст я прекрасно помню Он сказал, я вернусь Он мне сказал, я вернусь при первой возможности Ничего подобного Он мне сказал, я сделаю всё для того Чтобы вернуться, ничего подобного Он мне сказал, я очень хочу вернуться Ничего подобного Он сказал коротко, чётко, по-русски Я вернусь И по контексту было очевидно, а по-моему даже и по тексту Что речь не шла о том, что он вернётся когда-нибудь Этого он тоже не сказал Он сказал просто, я вернусь Естественно, что по смыслу этой фразы Это означает, что я вернусь быстро Но оклемаюсь, встану на ноги физически Выздоровлю и вернусь Тогда я к этим словам отнёсся серьёзно По своей наивности, которая, слава богу, меня окончательно ещё не покинула Несмотря на мой возраст Тогда я отнёсся к этим словам серьёзно И даже вам или ещё кому-то, не помню Совершенно искренне сказал Что я не поклонник Навального политически Но я восхищаюсь храбростью этого человека Как выяснилось, я сказал В очередной раз Проявил лучшие качества своей натуры Доверчивость и наивность Теперь с момента произнесения этих слов Прошло два месяца примерно Больше таких слов он не говорит По-видимому, кроме меня уже мало кто помнит о тех словах Я далёк от того, чтобы в чём бы то ни было упрекаться Навального Чтобы вернуться, надо быть героем Далеко не все люди герои И уж не мне, во всяком случае, говорить о героизме Но говорить глупости тоже не обязательно Если ты знал, ты же в уме Если ты знал, что ты не вернёшься Что ты не можешь вернуться Что это слишком страшно и слишком опасно Это абсолютно нормально Но зачем говорить, что ты вернёшься Какой в этом смысл В надежде, что в эту секунду кому-то понравится А потом все забудут про твои слова Да, память у людей короткая, это точно Что правда, то правда Но кто-нибудь да вспомнит, вытащит Да и вообще какой смысл Ну в эту секунду понравится И что? Ты же одной секунды жив не будешь Вот, если он не вернётся А на то похоже То, следовательно Путин Полностью на 100% Все свои планы реализовал Блестяще на 5 плюс Руки кровью не обогрел Навальный уже здоров Из России его выгнал Из политики его выгнал Другой вопрос Надо ли было Путину выгонять Навального из политики Это отдельная песня Может быть ему было бы выгоднее Даже если Навальный оставался Но, по-видимому, Путин считал по-другому Из политики выгнал Из России выдавил Убить не убил Ну, что ещё? Всё Все проблемы решены А то, что будучи на Западе Быть российским политиком нельзя Ну, да, вот нельзя Много кем можно быть Будучи на Западе Можно быть русским писателем Вот У Тургенева и Бунина Это вполне получаемо Можно быть русским композитором Нет проблем Стравин Но политиком быть нельзя Даже политик Масштаба немного большего, чем Навальный Ленин Будучи в эмиграции Не мог ничего Ну, он мог там создать Фанатичную группу своих приверженцев Ленинскую гвардию Это отдельный долгий разговор Но Влиять на события в России Он не мог Да, Ольга Он, кстати, когда был за границей Он очень пессимистично был настроен Вот именно из-за того, что он Как будто бы был связан по рукам и ногам Тем, что он не может Действовать внутри Ну, естественно Быть политиком В эмиграции Невозможно Я знаю один случай Ну, кроме того же Ленина Я знаю еще один случай Политика Который из эмиграции Вернулся С триумфом Это был, естественно Этала Хамении Он был в эмиграции Во Франции Если я не ошибаюсь Но неважно В любом случае Он был в эмиграции И он вернулся На белом коне И сразу стал во главе страны Но не стоит забывать Что это был Абсолютный Харизматичный Религиозный Сакральный лидер Которым Алексей Анатольевич Навальный Отнюдь Ни с какой стороны Не являлся И являться не будет Ну, то есть Вы имеете в виду Что у Аяталы Уже был накоплен Политический капитал До И он как бы Настаивался только там Ну, не политический А гораздо больше капитала Религиозный капитал Он был Харизматический Сакральный Религиозный Религиозно-политический Лидер Вот кем он был Собственно говоря Та же роль Которая В своей форме Была у Ленина Но на это Долгий исторический разговор Дело абсолютно нет Оказавшись Сегодня За границей Кстати сказать Еще один пример Человека Который думал Что он Ленин И думал Что он Хаминеи А оказался Всего лишь Солженицына Вот пример Который мы все знаем Он возвращался В Россию Как пророк И учитель Но от него Не триумфально Он вернулся Вот Он возвращался Как пророк И учитель А вернулся Он просто Как Ну прям скажем Довольно Занудливый Резонер Вот и все Поэтому Значит Тяжелое положение Будучи за границей Ну если у тебя Много денег Ты можешь чудить Там в стиле Ходорковского Ну выступать Там Канал свой Создать Если у тебя Столько денег нет И вообще денег нет Ну кем же ты можешь Быть за границей Ну Мальцевым Что ли Ну вот до такого уровня Как говорится До мышей уже Уже до уровня мышей Ну западная бюрократия Или западные элиты Могут как-то Навальному Помочь в его статусе Каким-то образом Конечно нет А что они могут Для него Ну Меркель с ним Встречается Например Частным образом Да там С Мальцевым же Меркель не встречается Ну и что Он встречает Если тебя волнует Твоя Капитализация Твое влияние Внутри России То оно От встречи с Меркель Насколько я понимаю Не зависит Ну встретил С тобой Меркель И что Просто хочется понять Вот Да Как Навальному дальше Вот Ну какие у него есть Варианты за границей Может быть он может Какой-то Не знаю Новый пример Чудо показать Какое-то Ну История тема Интересна Что в ней бывает Она не повторяется И всегда есть Всегда есть место для чуда Ну шанс на чудо Может и сотворить Но пока что Я этого чуда Не вижу Тем более Что есть еще одна проблема Немаловажная Ему за границей Ему Именно ему По его жанру За границей Говорить не о чем Понимаете Значит он Специалист По разоблачениям ФБК За границей В Германии Например не будет Иметь Столько почвы Для деятельности Не Не Ну если он хочет Поразоблачать Меркель Потому что у него Тайный особняк есть То вперед Нет проблем Да А если он оттуда Будет показывать фотографии Очередных дворцов Сечина То боюсь Что эффект Будет странноватый Странноватый Поэтому Пока что Российская власть Кое-как Поддерживает Навального На плаву В какой форме В той форме Что время от времени Какие-то чудики То Захарова То там Еще какие-то чудики Что-то о нем ляпают Ну естественно Как только они ляпают Он тут же отбивает шар То есть А вот Кашин там Некто Кашин Какой-то значит Журналист Кашин Журналист в кавычках Или журналист Ну тоже Он тоже в изгнании Кстати Кашин Он же Да Журналист Борец Тирана борец Кашин Еще раз повторяю В кавычках Или без кавычек Я к счастью Этого Кашина В глаза не видал Поэтому Комментировать уж его-то Я никак не могу Короче говоря Некто Кашин А для его поклонников Не некто А просто Выдающийся журналист Кашин Какую-то глупость О Навальном сказал Ну естественно Это подарок судьбы Навальный тут же отбил Кашин дал ему Информ-повод Захарова выругается Еще один информ-повод Соловьев выругается Еще один информ-повод А в Европе Таких не будет Информ-поводов Ну а какие в Европе Информ-поводы Ну с Меркель Еще раз встретился Часто ведь Меркель с ним тоже Встречаться не будет У нее своих забот хватает Ну да И третья встреча Уже будет никому не интересно Ему хоть какие-то Информ-поводы Стасовывают Из России Он их отбивает Ну во-первых Это очень Ну Семейные проблемы Деня Навального Еще раз Оболгали Оскорбили Мне Навальному Опять угрожают Это интересно Кому Поклонникам Навального Кому это еще интересно А какое мне дело Угрожают Навальному Мы или нет Ну многим людям Угрожают Какое мне дело Оболгали Навального Или не оболгали Ну многих На многих Клевещут Если Навальный Для тебя Исключительная Личность Очень важная Очень дорогая Свет в окошке Моральный лидер Все что его касается Тебя очень волнует Это я понимаю Но таких людей Которые Очень серьезно Относятся к Навальному И очень за него Переживают Их немного Гораздо больше людей И эти немногие люди Ему не так важны Ему важна аудитория Из миллионов людей Эти миллионы Реагировали не на то Что происходит С Навальным Ну кроме Случа его отравления А на то Что делает Навальный Вот разоблачил Навальный там Сечина Замечательно Вот разоблачил Медведева 10 миллионов просмотров Конечно Это тоже Странноватый жанр Разгребатель грязи Который при этом Претендует Не на роль Разгребателя А на роль Политического лидера И спасителя России Немножко странно выглядит Но это не важно В такие детали В общем Никто не вникает И правильно делает Важно Что человек Активный Что человек смелый Что человек на плаву Что человек Ну в общем Все понятно Теперь Если он не на плаву Если он занят тем Что он отругивается И рассказывает Какие подлецы Там Захарова Кашин Яшин Яшина я просто Вриф Но Яшин тут Абсолютно ни при чем Вот Путин Распутин Как они плохо Ведут себя По отношению К нему Навальному Ну и Почему это должно Кого-то особо Волновать Ну плохо Они себя ведут Ну ясно Они вообще плохие Дальше О чем говорить Что делать Ну Политик же должен Что-то делать А делать Сидя в Европе Насколько я понимаю Особо нечего Вот собственно Проблема Но ему опасность Угрожает реальная В России Если он вернется Как вы считаете А что тут считать Тут и считать То нечего Зачем мне Что-то считать Гражданин Как его звать Господи Ну этот Бывший вор А ныне Трудящийся Восток Вылетел из головы Ну естественно Я и вы Прекрасно В Пригожин А который Да Судится с Навальным И обещал Ну да Он же выкатил Да он же ему Выкатил иск Там что-то на 100 миллионов рублей Поскольку Как я понимаю У Навального 100 миллионов рублей нет То ну Долговых ям сейчас нет Долговой тюрьмы нет Поэтому значит В тюрьму тебя не посадят Но квартиру отберут Допустим Это совершенно Официальная Открытая угроза Вот Но опять-таки Навальный же это знал Когда он сказал Я вернусь Он же не сказал Я вернусь Если Пригожин Снимет иск Нет Он не сказал Я вернусь Если мне дадут 101 миллион рублей 100 отдать Пригожину А она один сам Жить Нет Он сказал Я вернусь Просто Коротко и ясно Я вернусь Я обязательно Я обязательно вернусь И по смыслу Было ясно Что я Скоро вернусь Хотя он Прекрасно знал Естественно Про все эти иски Ничего нового тут Ну а какой Навальный Выгоден Сегодня российским Властям Вот например Он вернулся Что он должен делать Чтобы быть Ну Пользу какую-то Приносить Российской власти Быть ей нужным Ну видите Российская власть Черты раздарят Что и на пользу Что и во вред Она сама-то это знает Она сама-то Это российская власть Российской власти Никакой нет Есть лично Путин Больше никого тут нет Всем остальным Вообще На все наплевать С высочайшей колокольни Какая разница Жирику Или Володину От разоблачений Навального И вообще От дел Российской власти Не тепло И холодно Российская власть Это Путин ВВ От начала до конца Что ему надо От Навального От черта его знает У него какие-то Психозы у Путина Он же ведет себя Как Мягко говоря Неадекватный человек Почему он его имя не произносит Что это за магические формулы Что это за табуированность такая Это что вообще Психоз Пиар-стратегия такая Фобия А в чем пиар-стратегия Не знаю Наверное ему так Кто-то из его Отвечающих за эту сферу Кто-то порекомендовал Наверное так Утвердили так Наверное Кириенко может утвердить Ну а если Ему такие рекомендации Дают То Жаль Что Владимир Владимирович В том состоянии Когда он воспринимает Подобные рекомендации Бред Бредовые рекомендации Видимо считают Что если из его уст Вылетит слово Навальный То таким образом Навальный что Озолотится Превратится в бриллиант Какой Это правильно Вот Путин Говорит слово Ковид И ковид Сразу сакрализируется И сразу Количество больных Уменьшается в 10 раз Или увеличивается В 10 раз Главное что Путин сказал Может у Путина Фобия какая-то тяжелая Я не знаю Он ведь Человек-то странный Владимир Владимирович У него же много Каких-то странных Непонятных поступков Про детей Про своих Никогда ничего не говорит Почему Все говорят А он нет Ну странно Это все Он человек странный Понят его Но это наверное Есть какие-то Путиноведы Вот там Соловей Белковский Они вроде Претендуют На понимание Тонких струн Его души Я эти струны Не понимаю Могу констатировать Весьма странно Откровенно говоря Весьма глупо Странно Это вежливое Обозначение Слово глупо Весьма глупо Но как бы то ни было Какими бы ни были Мотивы Владимира Владимировича Что ему может быть Нужно от Навального А от черта По мне так все Что до сих пор Делал Навальный Не шло Путину Ни на пользу Ни во вред Ну разоблачал Он всяких Значит Воруют Но в России Все Знают Что воруют Поэтому Никакой сенсации Никакого потрясения Тут не было Просто интересно Ну конечно интересно Вот Ильфа Петров Описывали Как человек Приходит В музей Смотрит Чешет затылок И говорит Богато Жили люди Ну вот да Интересно Сколько украл Тот Сколько украл Этот Сколько особняков У Шувалова А сколько квартир У Бирюкова Ну интересно Но сказать Что это потрясает Как Российские Чиновники Живут Не на зарплату Этого Не может быть Но я не думаю Что в России Есть хоть один человек У которого Было такое Потрясение И даже Эмоция У них денег Куры не клюют Ну а нам Блин На водку не хватает Даже этих эмоций Ни у кого нет Поэтому Сказать Что Навальный Расшатывал Систему Нет Он ее не Расшатывал Его разоблачение Это просто Важные Забавный Прикольный Элемент Жизни тех людей Которые Интересуются Политикой Для них Это было прикольно Это правда А больше ничего Что касается Его умного голосования О котором он столько говорил По-моему В этом голосовании Нет ничего умного Впрочем И ничего Особенно глупого нет Дело в том Что ноль То есть Российские выборы Помноженные На любое число Натурального ряда Равняются нулю Хоть правой рукой Хоть левой рукой Вот если вы Анонируете Я извиняюсь За такое сравнение Если вы анонируете Правой рукой Или если вы анонируете Левой рукой Или попеременно Двумя руками То наверное Большие эстеты И большие Знатаки Этого дела Могут объяснить В чем разница Но с точки зрения Обычного человека Вроде разницы Особой нет Поэтому умное голосование Глупое голосование Просто никакого голосования Мне кажется Особенно не проявлялось Могут Такое ощущение За 25 лет И вот Навальный И вот Навальный был Единственным Кто вроде бы Претендовал На то Чтобы встать В качестве ответа На этот вопрос И это конечно Было неприятно Ну а теперь Не претендует Видимо больше Есть у меня Одна большая Хорошая новость И одна маленькая Не очень хорошая Большая хорошая Нас уже почти Миллион человек В сентябре 2020 года Число зрителей Ару ТВ Перевалило Через отметку 900 тысяч Это конечно Очень здорово Очень почетно Мы рады И гордимся Новость Чуть похожей Заключается в том Что многие наши Зрители Жалуются Что не получают Оповещения О новых Видеороликах О наших Новых Партизанских сюжетах Вы Можете Спокойно Решить Эту проблему Сами Без помощи Со стороны Дяди Деда И даже Ударите в колокол Я бы так сказал Как Герцен С Огаревым Если вы ударите В колокол То Получите Все уведомления О новых Видео Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Делитесь Друзьями 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 Друзьями